Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб Эфлип Продоцелитель. Мы говорим о здоровье. Я встречаю у знаменитых натуропатов, как у Евгения Кичигина, Михаила Советова, так и мы помним, например, Норман Оукер. Это применение соков овощей, это и соки трав, да. И сейчас мы с вами сделаем некоторые измерения. Сегодня здесь будет, ну, не то чтобы открыть некоторые такие интересные данные. Возьмем сок капусты, морковки, морковки свежие сейчас до июньской, капусты свеженькой молодой, сок свеклы, ну, какую-нибудь возьмем, не видел пока, если попытаемся, может быть, какую-нибудь возьмем как будто молодую, да. И сок шпината, и, например, сок дыни. Ну, я настроюсь, у меня здесь на подоконнике лежат узбекские дыньки, да. Вот, я не в восторге от них, что они там совсем не нахимичные. Естественно, я думаю, что-нибудь там не то, да. Ну, вот, а возьмем. И когда мы будем брать сок, мы не будем даже учитывать, как мы его сделали. То есть, как будто просто взяли соковую часть идеале, да. То есть, она не, даже не через шнековую соковыжималку, а вот просто отделили 100 мл вот этого сока. И что вот мне здесь интересно стало, я буду сравнивать себя и коллегу. Потому что я вот взял 100 мл сока капусты, например, и окислительно-восстановительный потенциал для меня пойдет все-таки в плюс. А вот если взять моему коллеге, влить эти 100 мл, то ему в минус. То есть, как видите, это вот та самая квантовая диетология. Важно, в каком состоянии вы находитесь, да. Какие у вас ресурсы адаптационные, насколько сильно работают, насколько велика мощность буферных систем. И, ну, вот по капусте, если взять щелочное плечо метаболизма, да, итоговая сальда. Помните, у нас есть плечи метаболизма щелочное и кислотное. Это состояние способности уравновешивать буферную емкость организма в ответ на поступление тех или иных кислот, либо щелочей. И вот мы с вами смотрим по этому же соку капусты. Если дать мне, то окислительно-восстановительный потенциал-то в плюс. А вот щелочное плечо метаболизма по вот такой капусте, ну, кстати, щелочное плечо для меня 100 миллилитров все-таки в плюс у молодой капусты. А вот для моего коллеги по щелочному плечу, ну, кстати, вот по щелочному плечу тоже в плюс идет. А если посмотреть кислотное плечо метаболизма, вот этот сок капусты, для меня это минус, и для коллеги это минус. То есть, если еще по металлам-восстановителям молодой сок капусты, как там 100 миллилитров, мы не знаем, там дальше надо смотреть, какой эффект будет, если сразу выпить 500 миллилитров, да. То есть, там совершенно, может быть, уже другой эффект. Но по кислотному плечу в минус. А по энергии 100 миллилитров мне никакой энергии не дают. И моему коллеге Дмитрию тоже не дают, естественно. С чего бы это? И, ну, хорошо, 100 миллилитров, можно даже, в принципе, побаловаться. И давайте смотреть дальше. Это самый неагрессивный сок из овощных, которых я знаю, потому что у нас листья капусты, да, особенно молодой. Как бы оно, чем меньше пигментов, да, белая вот капуста, я взял белокочанную именно, она наименее отравляющая. А вот берем молодую морковку, сейчас пошла уже вовсю молодая морковка. И вот берем по щелочному плечу. Для меня негатив, но для коллеги тоже, тут можно не проверять. Кислотное плечо тоже негатив, окислительно-восстановительный потенциал негатив, и энергии, естественно, никакой. Ну, берем свеклу, ну, я сочиню, что она молодая, но вот взяли, вот выросла. Идеальная, да, я беру просто идеальную. Но она нитратная, естественно, она накапливает нитраты, неорганические кислоты. Поэтому кислотное плечо мне в негатив. Щелочное плечо тоже негатив, в отличие от сока капусты. Окислительно-восстановительный потенциал, там негатив идет. По энергии, естественно, ее нет. Это что по морковке, что по свекле. Берем сок шпината, там будет все то же самое. То есть по соку шпината 100 миллилитров, ну, хорошо, 100 может быть много. Но давайте 50 миллилитров возьмем. 50 миллилитров такого сока, вот для моего коллеги, щелочное плечо не повышает. Может быть, мне оно повысит, да. Берем идеальный сок шпината, 50 миллилитров. Отдаем его мне. Щелочное плечо метаболизма от 50 миллилитров такого сока нет. Кислотное плечо метаболизма нет. Ну, и энергии, окислительно-восстановительный потенциал от сока вот этого, значит, того же шпината идеального, да. 50 миллилитров. Вот даем его мне. Окислительно-восстановительный потенциал не повышает. Может быть, моему коллеге повысит. Нет, не повышает. То есть, там, может быть, в милливольтах-то оно измеряется как высокий, а по факту взаимодействие этой отравы с моим организмом я ухожу в минус по этому показателю. Еще раз, у нас важные с вами показатели. Это щелочное плечо, кислотное плечо, конечное сальдо по ним, да, и вклад в эти плечи. Окислительно-восстановительный потенциал. Потенциал, а не какое-то там значение, а именно потенциал, да. И энергия. Ну, теперь смотрим, например, вот эту вот дыньку, да. Берем именно сок, который можно отжать, в принципе, во рту. Да, она очень сочная. И смотрим 100 миллилитров такого сока, хотя это мало мне. И вот мне по щелочному плечу оно идет четко в плюс. По кислотному плечу мне в плюс. Энергия в плюс. Окислительно-восстановительный потенциал идет в плюс. Но это мне. А возможно, человеку, опять находящемуся в более глубоком хронически отравленном состоянии, с какими-то процессами, да, он может... Метаболизм этого сока, может быть, пойдет как-то не так. Это естественно. Мы с вами уже в свое время измеряли, что там сок цитрусовый на многим просто не может дать энергию. Потому что те процессы, которые, да, запускает этот сок, они в конечном итоге все съедают этот плюс. Ну вот по этой дыне, да, 100 миллилитров. Сейчас я посмотрю для интереса по коллеге, по Дмитрию. Дадим сейчас ему 100 миллилитров этого сока. И давайте посмотрим. Щелочное плечо метаболизма повышает ему. Кислотное плечо хорошо в плюс. Дальше окислительно-восстановительный потенциал ему очень хороший плюс, вот видно. И вот по энергии не гарантирую, что ему энергетически он выиграет от этих 100 миллилитров. Давайте попробуем. Все зависит от того, насколько агрессивный этот сок. Вот подчеркиваю, что, например, там сок лимона содержит много углеводов вообще-то. Но он запускает такие процессы, что на нем вообще-то люди сбрасывают, да, и вес... То есть идет вот эта чистка, идет провокация катаболизма, расщепления, чистки. А следствие, они вообще-то и восстановительных процессов. И сейчас вот мы смотрим по Дмитрию. Это 100 миллилитров такого сока. Есть ли у него выигрыш по энергии, конечная энергетическая сальда? Есть ли выигрыш? Нет, вот у него выигрыша еще пока нет. То есть вот эта дынька, она его все-таки начнет неплохо чистить. Ну, также, ну, возьмем, например, сок черешни. И тут некоторые отличия от дыньки уже сильнее могут прочувствовать. Но еще зависит, конечно, какие дыньки. Бывают совсем такие приторные и не агрессивные. Июньские узбекские дыни, они более такие насыщенные, да. Там прямо вот чувствуется такая бахча, что она накопила много. Вот, поэтому какой еще параметр мы можем с вами смотреть по продуктам, не забывайте, это баланс очищения загрязнения, да. Потому что бывает, что продукт сложный. Например, там есть какие-то и специи, но там есть и уксус, например. Там это какой-то маринованный продукт. И получается, что нужно, можно даже смотреть, что насколько он больше захимичен, сколько там лишнего. И вот этот потенциал на очищение, он меньше. И, например, один, какие-нибудь малосольные огурчики могут быть там 94% очищения превалирует над загрязнением. Но что-то все равно мешает, да. А уже более нахимиченное что-нибудь, поэтому я и не советую ничего, кроме помидор, либо прежде всего огурцов. Туда меньше всего как бы суют. Но если делаете не вы сами, а какие-нибудь там уже вареные кабачки, но все-таки со специями. Там может быть 75% очищения над загрязнением баланс, да. Вот уже как бы это не очень много и не очень хорошо, так. Ну а если это менее 50%, то есть там уже загрязнение превалирует над очищением по как бы именно взаимодействию этого продукта. То есть в результате его метаболизма, что в итоге мы получаем от этого продукта? В итоге, в сальдо конечном, не просто в первые 5 минут, да. И как это, например, с какой-нибудь кашей, когда мы видим, что там первые 5 минут там даже как-то энергия пошла. А уже там если посмотреть, что будет в течение часа, мы уходим в минус. Уходим в минус и по энергии, естественно, по структуре, по ВП, и по кислотное и щелочное плечо. То есть тоже там идет нагрузка. А в идеале, да, пища должна быть лекарством. То есть все, что мы потребляем, оно должно и повышать и щелочное плечо, и кислотное, и повышать окислительно-восстановительный потенциал. Обо всем этом о плечах, о кислотно-щелочном равновесии, балансе, о жизненном потенциале, окислительно-восстановительном потенциале. Читайте, пожалуйста, в книге жизни. Там хоть и коротко, заметками, да, но там есть и статьи, вы видите в ссылке книга жизни, там есть ссылка на облако. В облаке эти материалы есть. Если вам надо подытожить, роликов вам мало, вам нужна вот эта вот структура. Там все время я подправляю, да, делаю и выставляю какие-то и статьи, и пункты, смотрите, в оглавлении пункты, и отдельные статьи, книги, статьи широкого. Там будут статьи наших единомышленников представлены. Например, там по четырем ножкам стула не я сам писал статью. По трем фазам не я писал, да, значит. Но эти статьи есть, они написаны нашими партнерами, единомышленниками и будут в будущем. Таким образом, вот что касается лечебного эффекта соков, овощей и трав, это не очень хорошее лекарство. Да, оно стимулирует, все-таки оно провоцирует процессы, ну, овощные, например, соки. Да, мы за счет вот этого отравления, они все-таки происходят, и вот эта фитотерапия, хотя она не совсем правильная. То есть она не экстрактивные здесь препараты, а просто сам сок вот этих растений. Еще хорошо, если без мякоти, которую в себя якобы надо пропихивать, чтобы бороться с запорами. Ну, это вообще, это будет тема отдельных роликов. Это вот нагромождение вот этих заблуждений, в которых я же также живы в этом во всем. И да, выходить из этого, наверное, непросто. Ну, мне не удалось быстро. То есть я вроде бы с студенческого времени был нацелен выходить из вот этих догм, да, и того, что мне вредит. Но это получилось слишком растянуто и медленно. И вот как некоторые эти фруктоблогеры или просто порноеды, или кто-то, не пойми кто, рассказывают, ну, вы постепенно убирайте вот это то, что вас убивает, давайте постепенно. Ну, я вот убирал постепенно, так, ну, лет 15 убирал, да. Ну, и что это хорошего дало мне. Раньше-то это я бы быстренько бы себя привел в порядок. А на пятом десятке это уже получается не так лихо и не так быстро. Поэтому здесь я не соглашусь. Ну, и возвращаясь к сокам тех же вот овощей, да. Ну, спасибо, что без мякоти, спасибо, что живой. Но изматывающее действие, поражение плечей метаболизма, явно на соке капусты там не остановятся люди. Но из овощей, если я с чем-то и балуюсь, это только какая-нибудь вот, только капуста. И причем я ее саму не ем, а что-то со специями, да, если это вот какой-то, ну, маринад, если это, ну, какое-то... И главное для меня там не просто какая-то квашеная капуста, а чтобы это было именно там ради специй берется. То есть капуста по-грузински, например, да. И только это как, ну, такое дополнение, какой-то субстрат, да, который сам, само плотное я не потребляю. Дальше капуста я не ухожу, потому что все, что овощное, окрашенное уже там, свекла, морковь там, да, либо там какая-нибудь бесполезная картошка, это уже, ну, совершенно как бы, ну, вот для меня никак. Но стараюсь держаться подальше и от капусты. Вот сейчас держу капустный обед такой, да, и вообще подальше от каких-то, скажем так, специй, которые все-таки обманывают меня. Все-таки вместо сока овощей, уж не дай бог трав, советую соки фруктовые. И здесь можно смотреть там сок тыквы, сок яблока более мягкий, чем, например, сок цитрусовых, сок граната, да, или сок черного винограда, сок белого винограда мягче, да. Но здесь не забывайте о помощи минеральной, потому что эти соки стимулируют, я уж молчу, что овощные соки вообще не помогают щелочному плечу, да. А фруктовые соки, они вроде бы и повышают щелочное плечо, но они запускают такие процессы, которые активно будут вымывать макро-микроэлементы. И здесь нужно будет добавлять и водную фазу, и именно водно-щелочную фазу, да. То есть у нас получается, что хоть и сок сам включает первую фазу пищи поширокого, и включает и третью фазу, но нам надо будет здесь усилить именно первую, потому что иначе перекос уйдет по третьей фазе. И все равно вам захочется, скорее всего, вторую фазу отвлекающую, потому что, ну, особенно избыток фруктового сока будет запускать вот эту стимуляцию катаболизма чистки. Если от овощного сока вообще ничего не хочется людям, да, они как-то впадают в какой-то такой блок, то вот такие соки, как гранатовый, цитрусовый, там, тот же, кстати, яблочный, потом возникает желание и к минеральной фазе, кстати, и к первой, и ко второй отвлекающей. Это чистка, это хочется усмирить. Мы с вами умеем это делать, мы с вами это разбирали, да. Поэтому по соку овощей это не самый лучший вариант, но он тоже работает, просто он сильнее изнемаждает. Я его не применял, пытался, у меня это не пошло, и я вообще-то не вижу в этом такой смысла. Разве что только, да, это дешево. Ну, здесь опять вот начинается, у вас это не растет, вы вот оказались там, где земля вам толком вкусами не радует, а вам тут еще надо и выходить из хронического травленного состояния, в которое мы вас ввели, потому что, ну, мы вам объяснили, что вы, вот, живете в северных широтах, тут у вас ничего интересного нет, так что жрите, вот, коровок, которые тут бегают, да, и курочки тут у вас все-таки есть, хотя они особо тут по России, это не в свободном выпасе, да, кроме, там, коротких некоторых месяцев лета. Поэтому все это очень, по сути, овощи оказались такими фруктами для бедняков. То есть, ну, нам с вами надо менять программу, нам надо возвращаться и убирать вот эту программу бедности, и нам придется как-то изловчиться и либо самим переехать туда, где это все доступно, либо сделать это доступным там, где временно сейчас это вот как-то там не выросло. Да, мы вот здесь с вами уже будем думать. Андрей Широков, Клуб Эфир, Парадоцелитель. До скорых встреч! Продолжение следует...